Я могу сказать по поводу ЕС, возвращаясь из Амстердама в Берлин, я болтал с одной женщиной немкой, я как раз у нее спросил, ну как вам Евросоюз и все прочее. И вы знаете, я могу сказать, что у самого населения Европы, в частности Германии, у них скептицизм присутствует. В частности, не очень довольны многие тем, что стираются границы, и слово мультикультурность, которое в последнее время в Европе очень актуально, оно начинает всех немножко подбешивать. И я тоже против этого, потому что мне кажется, что у каждой страны должен быть какой-то национальный колорит, национальные традиции. Люди, не имеющие границ, они не имеют границ в том числе и в отношении уважения другого человека. Перетекая из одной страны в другую, люди не успевают привыкать к традициям этой страны, они не начинают их уважать, и в этом проблема. Когда люди не знают, приезжая в Германию из Греции или из Алба, из чего угодно, они просто не знают немецких традиций, зачастую не знают языка, но при этом пытаются диктовать свои условия. Это все, конечно, немножко вызывает волну негатива у немцев. То есть даже у немцев, которые последние 50 лет были немножко под гнетом комплекса гитлеровской вины, они уже начинают немножко злиться. И вот этот комплекс вины, с которым они жили несколько поколений, у них уже уходит. Их начинают бесить иностранцы, их начинают бесить иммигранты. И они уже открыто об этом говорят. То есть я понимаю, что градус, он накаливается. Это примерно то же самое, как в России. И тоже ужесточается иммиграционная загадательность, в том числе и по этой причине. Люди, приезжая в нашу страну, не знают ни традиций, ни языка, при этом диктуют свои условия, кучкуются. Конечно, из-за этого возникают те остросоциальные конфликты, которые мы видели и в Бирюлево, которые мы видели и под Питером, что происходило, и в Сибири, когда люди просто уже понимают, что не находя защиты у власти, зачастую довольно на местах вороватой, ворови... Как-то по-русски, да, говорю про мигационное загадательство, я сам плохо говорю по-русски. В общем, на местах люди, не находя защиты у власти, пытаются, ну, каким образом? Линчевать, по-другому нельзя. До тех пор, пока власть не начнет защищать местное население, будут конфликты. В Европе примерно то же самое. Конечно, с учетом кризиса, европейцы начинают немножко беспокоиться за рабочие места, за пенсии, за социалку. В общем, волнение есть, как мне кажется.